Мир вам, Игнарь Тихонович. Мир вам, видно? Да, все хорошо видно и слышно. Дело в том, что у меня программу особую установили. Я нахожусь дома один и могу делать записи. Один сам. Вот я насчитываю сейчас стихи. Но как я маленько не заработал, а потом вчера Гавриил вывел ее. Главное, это Сергей Козлов. Главную работу тут делал. Подтолкнули. Мне сильно понравилась эта программа. Но ее, оказывается, пока не выключишь. Тогда по скайпу, видать, не работает. Но я пока разобрался. Секоменование маленько не засчитал. Потом я его верну. Ну что у вас? Ну у нас... Ну с чего начать? Печальное известие. У нас серая кошка сдохла. С этого, наверное, начать можно. Почему? Почему, не знаем. Но я ее осматривал вчера. Перчатки надел, смотрел. Внешних повреждений нету. Так, вроде все нормально. Смотрел, может быть, клещи. Мы снимали с кошек, с котов клещей. Много очень. С белого сняли как-то до семи клещей. Ничего не нашел я. Думаю, что отравилось, скорее всего. А чем? Где? Что-то не слышно. Губы шевелятся, а звук исчез. Потихоньку. Не слышно. Я хотел... Ну, с пределами временами, так, через дня два, или так, три. А кто отраву так ложил там? Кто узнать? Кто? Пройди там, Синовый рядом. Кто отрав... Глушков пользовался отравой. Узнать. Обязательно узнать. Тебя слышно? Хорошо, да, да. Обязательно узнать. Иначе этим коней кончится. Она была не старая. Не должна была погибнуть. Ну, что сделаешь? Печально, конечно. А мои-то живые? Живые. А рыжая живая? Рыжая живая. Ну, ладно. А эти, главное... Надежда Васильевна, она стерилизованная кошка-то, черная. Ее нельзя было подойти, она такая злая, говорит. Я говорю, а когда на руках ее держала? Она даже не помнит. А она у меня с колен не слазит сейчас. Такая ласковая. Она ласковая, да, хорошая кошка. Ласковая стала. Вот она. Куда ни пойду, она за мной. И с колен прям и такая... Другие там когти запускают, когда лежит. А эта нет. До того хорошая кошка оказалась. О, лаской, говорит, лаской взять. Помнишь Преображенского? А человек опять собаку сделал. Ну, еще что у Вас там? Ну, мы Ваш ролик с Гавриилом смотрели вчера. Смотрели? Да, как Вы там лепешки печете, необыкновенные. А, Володя меня научил. Володя молодец. Так вот, главное, бездрожжевое там 6-7 дней делают. А кого? Если килограмм муки, то не прибавится ничего, кроме воды. Ничего. Хоть 100 дней ее мажь. А она хорошая, много не съешь. И в животе съешь, так чувствуется, что что-то есть у тебя. А который хороший хлеб, то его будешь есть, если не наешься. Василий Великий, говорит, пек такой хлеб, когда они там с одним братом были, что его, говорит, полусырой, говорит, есть невозможно было. Это в заслугу ставится. Ну, а я вспомнил документальный фильм «Мир Библии». И там он рассказывает, это профессор еврея, рассказывает о том, какой быт, какой климат. И вообще о библейском повествовании тоже говорит. И вот рассказывает, как пекли лепешки. Именно вот таким способом. Вода, мука. Ну, если была соль, немножко соли добавляли. И такие тонкие. Вот именно таким методом, как и у вас получается. Ну, я, видишь, не такой специалист. Но, главное, вижу мука. И кто ее вынес, муку, и зачем вынесли в тамбур-то? И с тем хлеб, который выбросили. То ли что-то в нем заметили. Но если там даже есть какие-то насекомые, там щебечки, которые тощат. Так они переварятся все. А это белки, вспомни, которые выжат любой ценой. Берн Гриллс. Да, Берн Гриллс. Он как раз ест и говорит, что этот червяк означает. Сколько тут какого вещества. Так что много тратят времени на что. Вот так. Там вы это, березок тамарей на жертвы-то приготовили бы, притащили. Пока работа-то есть. Да, нам хватает, так работает. Но нам потребуется загораживать. Теперь у нас впереди этот детский лагерь. Как удастся. Пока не звонят, ничего нигде. Ни одного звонка не было. Мы с огородом закончили мы основную работу. Теперь на лагерь перешли. Столы, скамейки устанавливаем, красим. Пока еще не белили, холодно еще. Надо мазать. Посмотри только там, потому что я-то не вижу, где посередке столбы, где они если подгнили там, как-то поднять еще один поставить, чтобы вверху это не обрушилось, не перекладить. Потому что там глины много на верху. В каждой келье. Главное, это потолок. В каждой келье. Да, ну мы... Смотреть. Да, мы столбы там ставили. Я вчера прошел, посмотрел. Кое-где, конечно, подгнившая, двери перекошенные. Но вот Володя там подделывал. Это не то. Послушай, главное, это там хотя бы в руку толщиной столбушки поставить, и на какие-то кирпичи уже не в землю. Да, я понял, понял, да. А то, не дай бог, там обрушится или что? Тяжесть большая. Мы там смотрели уже. Ну, а шипер проломило. Мы же привезли шиперу-то там обломками. Почему проломило его-то? Не знаю, снегом, наверное. Снегу много было. Я сбрасывал, а еще надуло. Необычный год-то был. Уже пришлось в ноябре даже с крыши сбрасывать. Понятно. А вот теперь смотри. Который большой зал-то накладился-то. Там как-то сделать большую доску или что, как бы прибить. И с этой стороны трактором давануть ее на ту сторону. Мы сделали, Игнать Тихонович. Ага, и сделать распорю, чтобы на эту сторону она не шла. А тут оттуда прибить и все распорили. Мы сделали, сделали. Я понял, правильно сделал, чтобы назад не пошло. Никак. Нам Игорь Кузьков помог. А-а-а. Он тянул. Но у него там трактор не совсем исправен. Скорости плохо включаются. Поэтому я не стал садиться. Он сам сел и потянул. Но перед этим мы там связали проволокой, чтобы все как одно тянулось. На сантиметров 10, наверное, сдвинулось. Примерно так. И распорки, правда, у нас небольшие получились. Чтобы проход-то там был, ходить можно было. Так а их к стенке надо, которые были. К стенке, главное, там, которые вплотную к келье. Там бы поставить косину. Ну, там мы, кстати, там не поставили. Ну, надо поставить будет. Еще это не поздно. Поставить. Вот. Ну, у вас между собой-то мирно все? Да, слава Богу. Ничего, мирно. Ну, да, понятно. Вы, Игнат Тихонович, посоветоваться хотели с вами. Насчет завтрашнего дня хотелось бы выехать в ближайшее село. Мы не были в Паново в прошлом году. Под Степном мы были с благовестием. Вот. И в Паново хотели бы съездить. Нет, отложить, пока я не приеду. У вас нет свободного времени. Поедете там как? Неизвестно, тем более дорога плохая. Это отложить пока. После 10 июня только пойдем. Ну, хорошо. Потому вы себя поберегите на воскресный день. Мало ли, что там будет. И вы негожие будете. И при том, ты вот что обдумай. Когда ты сможешь сюда договориться с Николаем Кручиной, машину привезти в полную боевую готовность. Все, что никакие не ставят. Вот к чему. Потому что варианты пока прорабатываются. Они хотят там... Это главную работу Сергей Козлов делает. Он столько трудится. Прямо без него я не знаю, что будет. Он договорился. Четыре человека находятся их. А разобрать, развести оттуда. И каждый не в библиотеке, а в частном порядке книги распространить. Ну, это видно будет. Если что-то не заладится у него, мы должны быть на готове. Я сейчас в Нианиле сушит сухари. Все остальное. Где-то денег надо будет достать. Остальное мы знаем. Это я уже договариваюсь. Марьясов, он согласен поехать. Он дальнобойщик. Это Николая вполне заменит. Второе, значит, Сергей Пупков, если только он не откажется. И, может, договорюсь с Валерой Сокольской. Хотя он не определенно как-то так шатка-валка. Но шофер. Надо, чтобы два шофера было. Видите, эта вся работа-то там, разобраться-то на полтора месяца даже не будет. Там всего осталось не больше, как сто экземпляров. По 25 нагружать, четыре недели. И все. Если люди будут разбирать, по 25 экземпляров. Только надо знать, в какой пачке сколько книг. Это надо очень осторожно подойти, если они будут делать. А наши-то все знают. Сергей главный там. Тем более на бумаге дам полный план. А то видите как. Вот они разбирали там. Тут надо посмотреть как-то. Решили Сергею узнать, какая участь книг, которые развезли. Считают, не считают. Есть или нет. Ну, я адреса дал им. За рубежом они, видимо, не смогли узнать там. Это тоже важный у нас был круиз. А только здесь. Ну, и одни отвечают. Да, есть, ну, читают. Ну, немного. Другие. А у нас нету их в каталоге. Там еще что-то. А они делают вывод такой, что их нету. Их эти книги устранили. А это дело совсем не так. Не так. Потому что они говорят, их нет в каталоге. Вот это вот. И то только еще неизвестно, есть или нет. Потому что они думают, что, может быть, будут изъяты эти книги. И они очень осторожничают. Теперь. Я в один город, мы попутно едем. Я заехал, думаю, дай заеду, узнаю. Заехал. Там библиотекарь, молоденькая девчонка. Я говорю, книги такие. Это есть Лапкина? Она есть. Я говорю, сколько? Ну, она показывает книг пять. Я говорю, а где же остальные? А я им не все дал. Тогда в то время у меня не было возможности, которые новые книги были изданы, добавить привез. Я ей даю, говорю, ну, а которых-то я дал. Я дал-то вам 17, а здесь только 5. А где 12 книг? Она туда-сюда ходит. Я говорю, я давал документы. Вот под подпись ваша стоит директор. Она мне потихоньку говорит. Директор говорит, таких книг не было и не будет. Их читатели не возвращают. Я, говорит, их себе забираю. Только никому не говорите. Вот и все. Понимаете? Это совершенно по-другому картина выглядит. А по телефону, они говорят, звонит там миссионерский отдел, интересуется, и они отвечают. В другом месте большую роль имеет это священство. Это самые главные враги. А почему? А он не знает. Он по слуху где-то. Он просто чувствует, что здесь что-то не так, как он делает. И он, значит, архиерей. А архиерей с губернатором. Вот так вот сцеплено это. Архиерей, там, митрополит Владимир. Как кажется, я маленько могу назвать. Омск. В Омске. А мы как раз проезжаем через Омск. И заехали. Они нам звонят, заехайте. Он дает указания в областной библиотеке, чтобы книг Лапкина не было. А он ни меня не знает, ни Лапкина, ничего не знает. И они теперь меня вызывают книги, вытаскивают. А сама смущенная такая. Ну мы вам давали бумагу, что хранить будем. Так вы нам бумагу-то ту верните. Я бумагу им возвращаю. Я говорю, а в чем дело? Так мы же бюджетники. Нам указания свыше дали от губернатора. Но если только еще изменится, мы вам дадим знак, вы для нас сохраните этот экземпляр. Картина-то по-другому совсем выглядит. Теперь смещенники приехали. Вот, допустим, Новокузнецки. Они пришли и начинают их обрабатывать. Она прихожанка, директор-то. И он говорит, знаете, эти книги настолько важные. А у нас семинарии, для семинарии просто незаменимые книги. Вы уж отдайте нам. Мы их сохраним, мы все. А они их никуда никто не сжег. О сожжении ни одного свидетельства нет. Они их положили. И теперь они везде показывают. Вот книги Лапкина. А Михаил Кальмаев говорит, пришел туда и говорит, я хочу почитать. Ему никак не дают их на руку. Они не знают, когда сменится власть. Тогда они эти книги раскубарят. Тогда и Булгаков будет, и Достоевского опять откроют, и Есенина напечатают. Это все было. Пришли в Тимиртаву. А Тимиртаву Михаил живет. И там библиотекарь, все за него. Но это же Кемеровская область. И поп пришел, познакомился, взял книгу, почитал и начинает подбивать клинышки, чтобы ему книги отдали. А ничего захотел. Они его как отбрели. Он, нет, 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 извините, я просто так сказал. Это я слышал. Такие книги, Сэн, извините, пожалуйста, Бог благословит вас. И все, книги благословенные. А звонком-то они отвечают так. Одни отвечают. Да эти книги, Лапкина, нет их, нет, это экстремистские книги. Он говорит, экстремистские? Занесенные в экстремистский список? Так, директора позовите. А директор пришел. Так, мне сказали по телефону ваша сотрудница, что экстремистские книги, Лапкина? Нет, это не экстремистские, их там нету. Нет, она не знает библиотеку. Ты что говоришь? Слышь, а он все нам на телефоне записал, Михаил-то. Нет, 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 это просто она не знает. Ну, книги не сразу у нас тут фиксируются, где время проходит. Ну и правда, они за полгода бывают, их же много книг-то, пока их занесут в каталог. В каталоге нету. А в каталоге нет, она говорит, знайте книги. Эти книги у вас уводят. Это редкий случай. Назад не возвращаются. Это говорит, что они, попадая в нужные руки, эти книги пользуются абсолютным авторитетом. И мне только звонок идет оттуда. А где остальные ваши книги? Я еговистка, свидетельница Егова. Я вот слушаю, я считаю ваши книги, я увижу по-другому совсем. Я же ушла из православия. Что я наделала? Книги имеют животворящее действие. Они написаны в пророческом духе, без угождения кому-либо. И поэтому звонок этот, он еще не все говорит. Вот мы едем мимо, сейчас кажется, Абакан. Ну и говорит Сергей, давай еще раз позвоним. Позвонил, книги Лапкину у вас есть? Она по телефону. Да, книги есть. А вы их выдаете? Они в каталог еще не занесены. Это же самое в щите. Они в щиту дозвонили сейчас, они говорят, ну, книги вроде пользуются, да вроде их нету. То есть, они не знают, кто звонит, кто спрашивает. Он назывался миссионерский отдел. Но они это не знают. И они теперь начинают книги передавать трехэтажным. Ты унеси их, спрячь. В одном месте было такое, в одном только месте было. Позвонила библиотекарь. Дали указания с вышестоящего там, кто там, губернатор или кто, чтобы книги Лапкина если есть убрать. Она говорит убрать. Мы не можем не убрать. Мы бюджетники. Они меня с работы выгонят. Куда книги девать? Я говорю, вы хотели бы иметь? Я? Да кто я такая, чтобы таким сокровищем владеть? Я говорю, я вам дарю, дарю. Вы помните мой голос? Да, это я вам дарю. И поэтому скажите, что вы их не утащили, их не выбросили, а я подарил вам. Ну, условия тоже. Кто попросит, чтобы давали считать. И поэтому решать об участи сегодня книг так запросто нельзя. Ну, ты вспомни, где тебе книгу-то подарили. Она говорит, я 30 лет заслуженный работник библиотечный. Где-то там, в Кисловодске или где мы были-то? Генеральные воды. Генеральные воды-то. Как она нас встретила? Как она? А вспомни, где мы были? Фокина. А, ты не был там. Так она вышла, прижалась. А может, я вас поцелую? А там женщина такая, не толстая, а юно-дородная, русская красавица. А я-то думаю, какое ощущение перед тобой? Кого ты? А она только глянула немного и уже увидела, что там. Книги-то какие? Да издательство-то какое? И поэтому в частных руках это хорошо. Но это суженный круг. И поэтому, ну, кто берется, я прошу, варианты разные. Покажите, если у вас не сработает, как дальше будет? А кроме того, я о книгах-то этих-то совершенно не думаю. Почему? Я делал для Бога. Я отдал во имя Бога. И мне не надо теперь смотреть. Я смотрел вперед сначала. Если я бомжу пьяному даю деньги, я знаю, он пропьет. Но если я помог нуждающемуся, а он их пустит не на детей, а поощринит крышу, меня это уже не касается. Я узнал, он нуждается. И я помог ему. Вот мне, я говорю, на днях было за книги в Америке полностью. Она сначала 7 книг, а потом остальные. Ну, я все пересчитал, но не с учетом инфляции, а когда книги издавались, чтобы на ту же сумму я мог издать. И она договорились там с дочерью, говорит, мы посудим тут 1000 долларов. Ну, 1000 долларов это уже деньги в это время-то. Я позвонил тут одной знакомой, знаю, что у них там нужда большая. Я говорю, приди. Она пришла прямо к банку. Все. Я получаю деньги, паспорт. Я говорю, вытаскиваю, чтобы моя отпечатка не было. И все, деньги уплыли. Я к ним даже не прикасаюсь. Люди-то этого не знают. Вот. Пошли там у меня специально пластиковая карточка. Узнали. Я опять так же. Деньги мне выдали, а деньги хорошие. А туда раз. Она их вытащила. Я говорю, все, с Богом. Иди и больше не поминай нигде. Я ей не говорю про это. Я это говорю специально, чтобы люди не думали, что я какое-то обогащение имею. Не имею я ни одной копейки. 90% заранее бесплатно отдаю. А 10%, которые продаю, вот так вот. То есть через деньги купюры я их тут же отправляю. Но сейчас мне надо попридержать для тех, кто поедет. Конечно, лучший вариант был бы, если ты поехал. Но тебя сейчас не стронешь. Ты сейчас дома хороводить будешь. Понятно? Дело в том, что я могу до школы еще не успеть. Такой вариант. Почему не успеешь-то? Успеют. Там всего лишь полторы недели. Это не полторы недели, а полтора месяца. Можешь успеть. Но я тебя уже не трогаю. Потому что знаю, что ты воскрысешься на меня. Скажет, еще не понимает старик. С ума выжил. А я понимаю. Так. Ну вот, по-малости. Вчера мы были, Надежда Васильевна, скажи, были у Галины Васильевны, Немцовой. Деда Васильевна где-то рядом здесь. Мы у нее. Пусть она подойдет. Деда Васильевна. Покажите, жива ли моя жена-то хоть там? Не заморена ли она? Покажите, жива или не жива. У нас-то связь плохая на моем домике. И вот мы пришли к ней. Я вижу по посуде. Я вижу, обстановка-то не ваша. Да. Это специально. Надежда, не забывайте, приходили к ней по нужде. Вот этот домик, как он построен, я все удивляюсь. Он задерживает сигнал нам. Это Слава Старков строил. Да, в шутку называю стены Верихонские. Так, слушай, Надежда Васильевна, были мы вчера у Галины. Подойдите. Подойди, Маленький. Ну, и садитесь. Так, что у вас такая падает? Вот, у Гали были. Опять ушла одна она глаза. Подними ее или что? Она где-то прячется там. Ближе вот так вот. Сядь рядом. Виктор, я разрешаю тебе, ревновать не буду. Голову подними маленько, повыше. Одни на злюльке, видать. Вот так. Ей вчера с ней разрешили встретиться. Ей даже ходить не разрешают. А положение ее с сердцем. Я ей говорю, ты сейчас подправишься маленько. И потеряю в кухнодежде Васильевне. И там ты будешь ходить босиком, на огороде ползать будешь. И, глядишь, маленько подправишься. Но пришли мы не одни. Пришел еще с нами брат Гавриил и жена его, Виктория. Что она хотела подписать на двоих на кого-то. Я говорю, ты на двоих не подписывай. Это уже не ладно. Ты на одного подпиши, на него. У нее-то, Гавриилова, мать там была. И я маленько рассказал, какая она, что с домом-то продала дом. И теперь дети неудобства терпят. Ну и как будто бы я склонил к этому. Оказывается, есть такое правило, что когда человек лежит в больнице больной, то врач главный или кто там придет, или при двух свидетелях, и могут подписать, и это приравнивается к завещанию. Но в течение месяца. За это время или она умрет, или выйдет, чтобы там где-то, или продлить. Ну и вчера разрешили с ней быть. И мы все это записали. Я молюсь от двоих, кому квартира-то нужна. Это Гавриил и священник Сергей Дудин. Там Северск, или какой-то город Северск, Томской области. Он говорил, что с квартирой у него вопросы. Меня не касается их отношения ко мне. Они нуждаются, и я все время молюсь. И тогда Гавриил уже ответ на молитву, если она подпишет. Я говорю, ну, заранее ты знай. Они ухаживают за тобой, они тебя и похоронят, в Потеряевке похоронят. Потому что могила будет на виду, а тут не найдешь где. И если все благополучно-то будет, за тебя молиться будут. Молиться будут. И похороны ты дешевые в Потеряевке. Это я им все наговариваю. Ну и принес ей бутылек святой воды и проспорку. И все засняли. Целая эпопея там была. Ну поговорили. Она сильно просится по крещению-то принять-то. Она моченая была. И никак. Никак здесь. Во всем церквам узнали, никто не берется. А размоченная была, как заклейменная. Беда просто где-то. И поэтому ей выход один. Или здесь она придет снова нам начинать бак заливать. Где полное погружение у нас. Батюшка решит, придет. И она уже не знает, что делать. Сильно беспокоится об этом. Я говорю, а что ты третий год к нам ходишь-то? И когда говорили, нет, я крещение принимать не буду. И ходила с оглашенными. Ну допекло тебя теперь. Ну неужели нужно ждать, когда смерть нож подставит горло? Вот так. А там видел, где мы были, у Анны Кузьминичны? Да, мы смотрели вчера. Хорошая? Да. А вот смотри, где я беседую с Сергеем Соболевым. Вам слышно оба голоса? Что он говорит, что я... Мы включали, вот только что. Оба голоса было слышно. Ну, жалобы, что один голос, его слышат, а меня не слышат. Ни с одного места. Сразу с трех мест поступило. Да. С чем связано, не знаю. Сейчас я Сергея Козлова прошу разобраться, потому что он все это дело ведется. Он столько работает над каждым роликом, меня страх берет, как за него отвечать придется. Да. Ну, вот так. С ребятишками это Загуляевы все будут. Дроботы у меня там кое-что набирается уже. А звонков пока никаких нет. Так, говори. Еще до приезда сюда мы с Галей обо всем разговаривали. Она приходила в последний раз, говорит, у меня сильно болит сердце. Я говорю, тебе нужно обратиться к специалисту, чтобы узнать. А потом... А болезнь уже все, она уже поднимается. 13 температура. А потом, она говорит, мне срочно нужно решить вопрос с квартирой. Но я одной женщине там обязана тем, что она мне помогала. И поэтому... Мне надо подробности-то, это время тратить. Я ей сказал, если нужны деньги, там где-то нужно собрать, женщине и дать. Это человек молодой, без квартиры. Мы должны реально смотреть. Она, мать его, знает. Понимаешь, нет, это человек нуждается в квартире. И вопрос снятый. Кому-то, чего-то. Это люди ее продадут, квартиру, и деньги растобырят, куда попало. Да-да. Но она сокращилась. Все. Только на одного, на Гавриила. Она мне сказала уже. Пока еще раз что-то говорить пополам, что-то надо. Так, Надя Васильевна, все, освободи место. Давай. Никиту сюда. Следующий. Благодарю. Ну, иди, гости. Слава Гавриилову. Женщина, видишь, она многое говорит, совсем не туда тянет. Так, Никита, рассказывай, как вы ее делаете? Хорошо. Трудимся. Так. Я попутно буду у вас как бы двоих выход. Какие на него жалобы? Да таких серьезных жалоб-то нету. Слава Богу. Послушный вот, что говоришь ему. Медленно делает все, да? Медленно, да. Городской, сразу видно городской, не деревенский. Ну, там придумать что-то надо ему. Пайку полную не выдавать или что-то. Старается он. Все, он старается. А то, скажи, тебя сейчас потащим. Крапивой там его разогреть. Температуру дать. То ты признавай, Никита, что на тобой старший там Виктор. За ним Володя. Чтоб нигде ты не гордебащился. Это у нас абсолютно недопустимая вещь. Никак. Ну, этого пока не замечено, что он так... Это хорошо. Кохлы упрямые, но... Да, да, да. Сосатый не похож. Да. Не похож. Вот так. И фамилия-то у него русская. Так, учи его пользоваться топором, лопатой, пилой. Все инструменты, чтобы в руках у него горели. Что сами умеете, все ему передавайте. Вы когда отдыхаете где, отдых, все направляйте на молитву. Если возможно, семикратно в день придерживайтесь этой молитвы. Вы немного потеряете-то. Это не больше, там, даже не полный час в общий. По семь минут, а бывает и меньше там даже. Сто поклонов, три святоя, и все. И опять вперед. Навык, чтобы был, закрепился, чтобы душа тосковала о связи с Богом. Что там про бобров-то слышно? Да, мы даже не видели их. Мы с огорода-то ушли, теперь в лагере работаем. Как-то даже не видно их. Так, теперь Володя, где снимал здесь, а мы смотрели оттуда, где батюшкин пирс, то Володя прав был. Там его гнездо. И туда надо спилить. Там, где у нас осины растут. Осины-то они, такой сорный. Ну, туда, где пруд-то там, дальше, направо. За полуостров. Нет, пойти там, где, я не знаю, как называется, у нас в КТФН-ске назывался пруд-то. Как в железной дороге идти. И там спилить ему осинки две. И, ну, пусть они небольшие даже, вот, они, там много их, они, как сорные уже. И принести, чтобы корень, который спиливает это, это место в воде было. А то они макушками, главное, в воду, а это корнями наружу, а те два, кто-то, мои друзья-то там сделали-то. А это ему туда принести с той стороны, где Володя показывал, около батюшка на пирса, и положить несколько таких деревьев, что он больше любит. Чтобы он растащил и начинал делать хатку. Ой, ему взять-то больше негде. Туда подтащить, и с той стороны через камыши протянуть, чтобы он видел. А там-то на берегу-то он не увидит. Володя знает, про что я говорю. Ты покажись туда посередине. А я его вижу там, давай, маленько, покажись. Так, что еще у вас? О! Так, ничего особо вам больше нет. А что, холодно? Почему в шапке-то? Там иконы же в доме. Хохол. У нас, когда человек делает неправильно, отец всегда говорит, ну, хохол, лоб не перекрестил, за стол залез. Хохол от у отца нашего было как бы с негативом, с таким. У нас в деревне жили хохлы, и они вот так все не разбирали, чистое, нечистое, там, только свинья поела, помыли. И в этой же чашке могут, как у немцев. И отец всегда говорил, когда лезет за стол с немытыми руками, ну, как хохол лезет. Иди, вымой руки. Хохол. Хохол? А я даже не знаю, что такое хохол. А они наговорят, хохолок-то оставляли там эти запорожцы. Вот. Ну, вот, завьяло радостное известие. Оля там занятия проводит по блаженному ферфилакту. Ну, вот, не знаю, как в это воскресенье было. Это было недели на две назад она мне рассказывала. Батюшка что-то все время занятый и занятый... Отец Александр? Да, чем-то другим. И она подошла к ним, батюшка, благословите по блаженному ферфилакту провести. Ну, он благословил все там, она пошла в другое помещение, чтобы никто не мешал. Человек пять там было, и она читала там, комментировала, рассказывала. То есть именно ваш трехтомник она это взяла. Ну, вот, а так, чтобы вот регулярно он проводил... Ну, чтения были Ветхого Завета, а потом все что-то у них заглохло почему-то. Вот такое дело. Здесь уже по третьему тому открытым оком. Пособие по изучению Евангелия от Марка. А трехтомник-то это где ссылки делаются, там оттуда-то обратно читать. И чтобы Библия была, все места Ветхого Завета. Лучше всего начинать с этого. Пособие. Потому там активно начинают люди принимать участие в этом деле. Желающие-то есть, чтобы посещать занятия. Но организаторы такого, вот у Оли это есть, как бы помолитесь об этом деле. А я каждый день напоминаю. Как, а у отца-то как? Да, сейчас, слава Богу, дома он. Ну, и как? Ну, молятся Оля, говорит, они молятся с мамой-то вместе. Ну, пока на исповеди он не был. Я его побуждал на исповедь, но пока не был. Ну, вот пост скоро начнется. Скажи, Эпитемия, на два года отлучаешься от церкви. На исповедь пусть не причащается. Да, я об этом говорил. А отец Александр-то, он исповедует и причастит, ему разницы нет. Под каким видом не причащайтесь? Эпитемию оставили святые отцы. И все, вопрос снятый. Да, я говорил об этом. Ему говорю, если только смертельно заболеешь, тогда уже все это... Но если опять выздоровеешь, Эпитемия продолжается дальше. Ну, Оля, я-то всего ночь там ночевал и уехал. А Оля там с ним беседовала, но он как-то не воспринимает. Она подвигает его на покаяние, на осознание того, что произошло. А он это не воспринимает. О, ну все. Покаяния нет, опять туда рюхнет. Только уже не выберешься. Сразу скажи, пойдешь в огонь. Разве это можно? Бог дал трезвый разум. Ты разве не понимаешь? Да. Ссылается на то, что я еще немощный. Так а немощный. Оно же все связано. Грешишь. Как же ты будешь здоровый-то? Как это интересно говорят. Видите как? Вот перестройка. Работы нет, денег нет. Поэтому люди стали пить. Да. Так а еще стали пить-то, когда работы нет и денег-то нет. Наоборот, все кверх ногами. Вот такая штука. Я бы еще хотел спросить вас. Про скворцов-то. В лагерь-то вывели скворцы? Там в скворечнике нет скворцов. Вот на вышке я не видел. А почему? Ты его разве не очистил? Нет, я не очищал. От тебя зависело. Там кажется и днище поврежденное, и крышка. Надо ремонтировать, да. Так. Голубей сколько у тебя на первой большой голубятне рядом? На голубятне всего лишь один здесь. А остальные перелетели туда на чердак. А там сколько? Там я 12 насчитал. Но видно по гнездам голубята сидят. Там больше должно быть. 12. Надо отсюда привезти туда голубей. Потому они перелетели, чтобы взяты оттуда были. Ты же оттуда их перенес. Устиновых-то мы забрали. А устиновых не просят? Или они совсем расстались? Нет, не просят они. Но Андрей объяснял, что там у него сильно много мышей завелось. Они туда кошку запустили. На чердак. Так и сразу запустили бы. И ни при чем тут голуби. У меня везде были мыши. Ну, что сделаешь? Никак по-другому. Видите, я от вас спрашиваю о чем. На днях тут один ко мне. Ну, тут пока что-то возились. С этими продуктами. И вдруг калитка открывается. Заходит человек. Бритый, высокого роста. Но я-то никого не знаю. Он говорит, у вас же голуби есть. Я насторожился. Голуби, это для меня опасно. Я говорю, есть. Так я, говорит, ехал на дороге голубю. Это не ваш голубь-то. А у меня молоденький вылетает. Ну, я подошел, думаю, мой голубь. А у него коробка. И он его затянул сеткой. И скотчем сетку придерживался. Я заглянул. Да это не мой. А белый такой же. А у него нос, восковка толстая такая. Восковка это где такое. Клюв их соединяется с головой-то. Видно, голубь породистый. А сейчас, где бракосочетания проходят. А там люди это придумали, кто голубей держит. Двух белых голубей дают, чтобы сфотографироваться. Это и 300 рублей. А он их отпустил, они дома. Он завтра опять их принес. Опять 300 рублей. А тут голубь, видимо, ударился где-то. Я посмотрел голубь. То у меня таких и не было. Но они по сравнению с моими не такие красивые. Потому что нос какой-то, ну, прямо азербайджанский совсем. Ну, ладно. Вот я подумал и говорю, я возьму, а хозяин найдется. И мне тогда, что будет? А соседи тут сидят на крыше. Нет, нет, берите, нет, нет, берите тут никому. Я говорю, а как вы узнали? Я же сосед ваш через дом живу. А я никого не вижу, хожу. Сосед. Ну, и все равно кошки съедят-то. Ну, я взял. Взял, я говорю, ну, у меня денег-то нет платить. Да какие деньги-то я его спасаю-то? Ну, я его занес теперь, чтобы он не улетел. Я запер своих. Они у меня уже сейчас третий день будут заперты. Чтобы он маленько привык-то. Вчера я его начал рассматривать. У него вот здесь пера нету. И, видимо, где-то ударился. Ударился-то. И все время там у меня такая кормушка. Он за нее прячется. Робки мои-то были голуби. А который голубенок-то мой был. Который пятнышко-то было. С руки-то ел. С уха клевал-то который-то. Его нигде нету. Я пересчитал. Что-то поплыли вы вниз. Ну-ка подними кверху. Что-то поплыли, поплыли. А глазок ваш неправильный. Еще повыше. Поднимите голову. Прямо стоп. Так закрепи. Я его искал, искал. Нигде его нету. Куда же он делся-то? А гляжу, он где здесь сидит. Он уже женился. И семью завел. А весной выпарился только. Смотри, молодой да ранее. Я его оттуда вытащил. Я говорю, что ты еще делаешь? Ты еще несовершеннолетний-то. Ну, дал ему семечек-то, поклевал. А от Жени Долгова, то ли он был, то ли еще два мешка мне семечек привезли. Мы их разбили на четыре мешка и подвесили в разных местах от мышей на чердаке. Видишь, у меня какие события здесь. Помогли с продуктами. У меня продукты будут. Остатки раздал все. Андрей Головачу попросил. Он все загрузил. И дробь потом увез. Которое там, что оставалось. Сейчас никуда не хожу. С одного места мне дают. И мне этого достаточно. Вот брат Владимир вопрос хотел задать. Давай. Пусть появится. Я по поводу Евангелия. В начале мая пришло тысячу Евангелия к Ольге Воровой. В библиотеке. Еще она не говорит. Дело в том, что она созвонилась с Сергеем Пупковым. А он даже отказался помогать. Он говорит, что-то занят там был. Надо было разгрузить их и перетаскать их. Но я не могу. Он ездит на машине. Таксист там заделался на своей машине. Ну, это понятно. Нет, она говорит, что еще придет две тысячи. А та-то Александра, который помогал в библиотеке разгружать. И он заболел. То есть надо будет опять помощь ему. Ну, так Сергею надо двигаться. Он тоже там недоброе дело затеял. Никак я не могу доказать ему, что этого делать не надо. Ну, еще. Помню, с седьмой главы первая Коринфянам так и не вылез. Просто, я имею в виду, надо сюда, в Потеряевку, часть в нее забрать. Потом, если Виктор даст Бог, приедет на газету. Не забыть. Поедешь ты. Не торопись, когда поедешь. Скажи, что поедешь. Я тебе скажу, ты мешков там 40-50 нагрузишь навозом. Огород здесь навозит. Оттуда больше висит, а не еще, Господи, оттуда. Ну, отсюда увидишь рамы разные. Отремонтировать. С Николаем Крючиной это говорит. Даст Бог, через неделю я подъеду. Да, ну, чтоб проехало оно. Так, вопросы ко мне еще есть какие? Вопросы еще, Никита. Нету. Как так нету? Давай. У матросов нет вопросов. Ну, все, все у нас хорошо, благословенно. Сейчас жду батюшку. Поклон из Франции вам передавали. Я туда материалы скидываю иногда. Она говорит? Да. Там, ну, слава Богу, с домашними спокойно все. Господь как-то все устроил. А то мама была там не очень расположена. Но сейчас все хорошо. Ну, они на тебя смотрятся, как на волка, который Агницу молодую утащил. Ну, да, я понимаю. Это тут понятно. Ну, дай Бог, чтоб было по Слову Божию не вопреки. Ну, у нас-то слава Богу. Вот. Я тут решил, скоро выезжаю. Татьяну прошу по всем больным меня провести. Проститься со всеми. Бог его знает как. Но если уже никого никак не будет, то придется ехать мне. Как представлю, через Уральские горы ехать. У меня голова кружится. Меня трогать нельзя. И главное, все пророщат. Вам уже не вернуться. Вам уже не вернуться. Вот и думаю, ехать не ехать. Ну, если никого нет. Я уже на если надеюсь, что будет кто-то. Может быть, Сергей доведет там до конца. Они с братьями там собираются, решают. Без меня решают. Я говорю, вы меня-то хоть возьмите в советники. Ну, Александр Мариасов опытный. Так что эти ему горы ни по чем. Ну, это второй вариант. Первый, что как говорит Сергей. Ну, мне нужна гарантия. Гарантия какая? Что если это не получится, чтобы у них второй запасной и третий вариант был. Если это не получилось, значит, я вот это делаю. Тогда так. В обход пойдем или как-то. Без вариантов решали самые умные люди. Без вариантов. Как Гитлер. И все погубил. Это от Бога было. Ему не за чем было быть мировым владыкой. Он антихрист. Против христиан воевал. Сатана. А умница была, каких не было на свете. Вот так. Надо всегда думать так. Если не получится так, то что будет? Вот я остаюсь один. Ну, а что? Я же не слышу. Будильник нельзя без толку заводить. Я наказал. А один звонит мне. Кто встает. Без двадцати. Пять. В четыре сорок. Чтобы позвонили по мобильному. А я его недалеко от себя держу. Другие звонят на стационар. Где-то. А если, когда кто-то уезжали, надежда будет была. Я ей говорю, ты в это время в стену палочкой поколоти. Я должен встать. А сейчас интересно. Черная кошка. И она прыгнет на кровать. Вообще не где-то спрячется в ногах. Она, видно, бабки-то они любят. А я не разрешаю. А тут именно в голове прыгнула. Не покорябала ничего. Я говорю, ты что делаешь-то? Посмотрела, уже десять минут прошло, как вставать надо. Она меня разбудила. Она меня разбудила. Мы с ней дружные. Вот она. Чернушка. Но она боится всех кошек. У меня одна-то там наверху. Ну все тогда, братья. И все. С Богом. С Богом. Выскажите вопросы, какие будут. Вы сами выходите сюда смело. Пока я здесь. До десятого. А то потеряю-ка вообще. Где-то в стороне остается. Давайте. Отходите. Выключайте. Надежде Васильевне там помогите еще надо. По огороду. Если выдавать масло или еще. Бутылочку. Килограммами. Она не понимает. Ей еще дашь. Она сразу начинает раздавать другим. У меня главное заключение для лагеря. Для лагеря. А ей даем почему? Потому что она старейший работник в лагере. Мы обязаны об этих людях заботиться. Помаленьку давай и проверяй. Как она. Если она масло будет жарить. Или сахар толкать. Соль лишнюю не давать. Она во вред себе все делает. Пересолить. Пересластить. Ну и на масле жарить. А потом согнуть и в больнице. Заболеть. Врачей мучить. Все. С Богом.